Партнер программы сеть детских клубов Йити и Дети Здравствуйте, ребята! Привет, Света! Сегодня с вами снова я, Света, и в гостях у меня сегодня Егор и Вика. Для тех, кто не видел еще нашу передачу «Важная информация», мы в стране безопасности учимся безопасному поведению в любой ситуации. И, кроме всего прочего, у нас соревнования. Для каждой команды длится оно 4 дня. Сегодня у ребят уже третий этап соревнования. И я предлагаю незамедлительно приступить к нашему первому испытанию. Как вы уже поняли, ребята, наверное, все 4 дня мы будем с вами говорить на медицинские темы и рассматривать простые ситуации, когда вы можете сами себе оказать первую помощь. Об этом чуть позже нам больше расскажет наш эксперт по безопасности, доктор Артем Витальевич. А пока время первого конкурса. Слушайте внимательно условия. У вас у каждого на стенде есть несколько небольших картинок. Вам, ребята, из них нужно выбрать те, которые имеют отношение к медицине. Лекарства, пилюли, то есть все, что может помочь человеку оказать первую помощь. Вот, например, понятное дело, что грабли, лопата никак в этом деле не помогут, поэтому подобного рода картинки с изображением таких предметов вы мне не приносите. Понятно? Итак, значит, берете по одной правильной картинке, приносите, кладете на стол, только после этого отправляете за следующей. Все сразу собирать не надо. По одной приносите мне. За каждый правильный ответ одна фишка. И еще одна фишка тому, кто быстрее правильные картинки соберет. Но они должны быть действительно правильными. Все понятно? Да. Ну что ж, тогда начали. По одной правильной картинке ко мне. Молодцы. Дальше, дальше пошли. Так. Ага. Пока все прекрасно у вас идет, только как-то вы ускоряйтесь немножко, можно и быстрее, мне кажется, бегать к стенду и обратно. Тот, кто уже все сделал, все, почти одновременно, чуть-чуть опередила Вика. Она получит фишку за скорость, но только если все картинки окажутся правильными. Присаживаемся и смотрим теперь, что у вас получилось. Так, принесли мне мыло. Действительно, мыло помогает нам. А для крабов. Да, правильно. Это фонидоскоп. Тоже нам помогает, конечно. Это что у нас? Витамины. Таблеточки. Это зеленка. Это йод. Йод. Это бинт. Бинт. А это радусник. Молодцы. Я уже вижу по оставшимся у вас на стенде картинкам, что у Егора точно такие картинки. Ребят, вы очень хорошо справились. Во-первых, быстро. Во-вторых, все правильно. Карандаши могут нам пригодиться? Нет. Нет, именно поэтому вы их оставили на стенде. Калькулятор может нам пригодиться? Нет. Нет. Ну и кипящая бурлящая кастрюля может пригодиться? Нет. Нет, она может только навредить. Так, ребята, молодцы. Умнички. Очень-очень хорошо. Сколько картинок у вас правильных получилось? Три, четыре, пять, шесть, семь. Семь у Вики плюс одна фишка. Вики за скорость. Итого восемь. Вручаем фишек. Викуле нашей. Четыре, шесть, восемь. И семь фишек. Егору. Пять, шесть, семь. Очень хорошо. Держи, пожалуйста. Отлично. Ребята, первый конкурс позади. А сейчас у нас предстоит встреча с нашим доктором, дядей Артемом. Ребята, привет. Мы с вами уже успели познакомиться. И я очень рад нашей новой встрече. Сегодня я хочу поговорить с вами о таком важном медицинском инструменте, как градусник. Или правильно его называть термометр. Ребята, а вы знаете, для чего применяют термометр? Да. Да. Для чего, Егор? Мерить температуру. Измерять температуру, верно. Да, правильно. Термометром мы измеряем температуру тела, если вдруг чувствуем себя заболевшими. А вы знаете, в каких местах у человека можно измерить температуру тела? Да. Да. В каких? Под мышкой. Хорошо. Самый распространенный метод измерить температуру тела человека – это поместить градусник под мышку. Вот так вот. Если в комнате прохладно, то перед тем, как засунуть градусник под мышку, нужно сначала около 30-40 секунд подержать его в руках, согрев в ладонях. Также перед тем, как поставить градусник, необходимо протереть кожу подмышечной впадины, салфеткой или сухим полотенцем. Термометр не должен упираться в одежду. Во время измерения температуры нужно находиться без движения, по возможности не кушать и не пить. Время измерения температуры – от 5 до 10 минут. Правда, это касается обычного стеклянного термометра. А на сегодня это все. Удачи вам во всем и берегите себя. Ребят, вот и третий наш конкурсный день подходит к завершению. И впереди еще одно решающее испытание на сегодня. Сейчас я вам буду загадывать загадки, в которых описаны ситуации, когда человеку может понадобиться помощь. Когда кто-то из вас будет готов ответить, нужно очень быстро поднять руку. То есть выкрикивать не нужно. Как в школе. Подняли руку, я даю вам возможность говорить, вы говорите. Если вы отвечаете правильно и быстро, то получаете 4 целых фишки. Итак, первая загадка. Помните, сначала рука, потом ответ. И фишки, если все правильно. Никогда места ожогов пальцами не надо трогать. И нельзя волдырь ужасный мазать спиртом или маслом. На ожог на коже сильный можно класть лишь... На ожог можно что класть? Только лишь. Ни маслом, ни спиртом смазывать нельзя ожог. А нужно что положить? Слушайте, рифма еще очень важна. На ожог на коже сильный можно класть лишь... Кто догадается, о чем речь? Мы говорили. Готов? Пожалуйста. О градуснике. Смотри, у тебя ожог, допустим, на руке. Ты положишь градусник сверху? Для чего? Для чего? Так, вариант неправильный. Пожалуйста, тебе возможность есть шанс ответить, Вик? Зеленый. Зеленый. Нет. Ребят, еще есть вариант ответа? Ну давай, последний. Бинт. Правильно, бинт. Причем какой бинт, Егор? Какой бинт бывает? Нестерильный бывает, а бывает еще? Стерильный. Правильно, бинт стерильный. Вот правильный ответ. Егор, несмотря на то, что ты ответил не с первого раза, ты все-таки дал правильный ответ. Поэтому за скорость не дам, но за правильный ответ три фишки я тебе дам. Молодец. Держи, что все-таки догадался или вспомнил. Слушайте вторую загадку. Не забывайте про поднятую руку. Если градусник разбился, из него металл разлился, сразу взрослым сообщи ты, ртуть ужасно ядовита. Если видишь, где попала капля жидкого металла, с ними рядом не играй, а скорее убегай. Ядовита просто жуть. Металлическая... Ртуть! Ртуть! Правильно, ртуть! Ика, еще у нас есть две загадки. Я надеюсь, что ты что-нибудь из них отгадаешь. Так, три фишки снова отправляются в копилку Егора, а я читаю следующую загадку. Вдруг ужалила пчела? Это скверные дела. Чтобы еще больнее не стало, удали пинцетом. Когда кусает пчела, что нужно пинцетом удалить из места укуса? Егор, что? Рану! Рану удалить пинцетом, а это как, Егор? Думаем, что удаляют, когда пчелка кусает, пинцетом берут и вытягивают, что из рамки? Егор? Жало! Жало, конечно, жало! Конечно, жало! Держи, три фишки снова заработаем. Егор, еще одна загадка. Вика, еще одна. Так, не нахмуриваемся, а слушаем и отгадываем. Егор, не забывай, что ты мужчина. На всякий случай тебе напомню. Если что-то в глаз попало, то не три, в том толку мало. Чтобы справиться с бедой, быстро глаз промой... Водой. Егор, ты понимаешь, что случилось? Руку-то ты поднял первой. Но Вика не выдержала и сказала правильный ответ. Егорушка, если ты будешь не против, то давай нашей девочке мы уступим. Отдадим ей три фишки. Хорошо? Хорошо. Ах, ты умничка. Как настоящий мужчина поступаешь. Вик, а ты, пожалуйста, в следующий раз. Как договаривались, по правилам все. Ручку должна была поднять. Окей? Хорошо. Все, больше загадок у меня нет. И третий конкурсный день наш завершился, ребята. Считайте фишки, сколько заработали сегодня птицам и налам. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, двенадцать, шестнадцать. Так, отлично. Ну что ж, третий конкурсный день позади. С результатом у Вики одиннадцать фишек, а у Егора шестнадцать. Итак, ребят, завтра финал. Завтра у вас будет большая возможность заработать много фишек, поэтому еще можно и сократить отставание от соперника, и даже вырваться вперед. Поэтому готовимся и встречаемся завтра. До встречи, ребята. Пока. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова